Мы с женой отчаянно хотели ребенка, но очень долго не получалось. Мы даже обратились за помощью к врачу. Но потом удача сыграла на нашей стороне, и у нас родилась красавица-дочка, которая, правда, совсем не была похожа на меня, что заставила меня усомниться в верности жены. Поэтому я принял очень крайние радикальные меры, чтобы докопаться до истины. Мне 51 год, я женат на своей 44-летней жене Нэнси 26 лет. У нас есть замечательная дочь, которой через несколько недель исполнится 16 лет. Поначалу мы все были в восторге от ее предстоящего дня рождения, пока шокирующее открытие не разрушило нашу семью, особенно затронув меня и Кимберли. Мы с Нэнси долгое время боролись с бесплодием, прежде чем наконец получили благословение на Кимберли. Она принесла огромную радость в нашу жизнь, и мы дорожили каждым моментом, проведенным с ней. Однако недавнее открытие, сделанное в результате анализа ДНК Кимберли, показало, что я не ее биологический отец. Это откровение привело к интенсивным дискуссиям и конфликтам между мной и Нэнси, обнажая ее неверность, которую скрывали от меня на протяжении большей части нашего брака. Опустошенный предательством, я не мог просто так это оставить, поэтому решил отомстить. Позвольте мне вернуть вас к тому, как мы с Нэнси встретились, когда мне было 22 года. Мы пересеклись на мероприятии для начинающих предпринимателей, где она, будучи волонтером, по ошибке отвела меня в вип-секцию, думая, что я один из докладчиков. Я уточнил, но она подмигнула и ушла, оставив меня заинтригованным. Позже она передала мне салфетку со своим номером. У нас была короткая встреча после ее работы, и изначально это была разовая встреча. Несколько месяцев спустя я нашел ткань и решил связаться с ней. В то время у меня не происходило ничего серьезного, поэтому я был готов выпустить пар. Наши случайные встречи переросли в физические отношения, подогреваемые взаимным притяжением. Необычный график работы Нэнси в журнале МОД предоставил нам широкие возможности для регулярных встреч. Поначалу это была просто интрижка, и я никогда не ожидал, что все станет серьезным. Однако Нэнси предложила идею серьезных отношений, несмотря на мои сомнения, связанные с финансовыми проблемами. Она убедила меня, что мы можем работать и откладывать деньги на будущее, что в конечном итоге привело к нашему браку. Наша свадьба была простой, с близкими друзьями и семьей, и наши первые годы были похожи на кино, отличный секс, поддержку и разговоры. После почти двух лет брака мы столкнулись с проблемами, которые обострили наши отношения. Возникли споры и обвинения, а поздние часы работы Нэнси только усилили напряжение. Наше общение сошло на нет, и стало очевидно, что мы отдаляемся друг от друга. День благодарения предоставил нам с Нэнси возможность серьезно поговорить и обсудить проблемы в нашем браке. Стремясь решить нашу проблему бесплодия, мы решили обратиться за медицинской помощью, чтобы понять основные причины. После посещения врача мы оба почувствовали оптимизм и решили сделать все возможное, чтобы преодолеть эту проблему. Несмотря на мои неоднократные попытки убедить Нэнси уменьшить нагрузку, она продолжала работать сверхурочно и одновременно заниматься несколькими проектами. Это стало постоянным источником разногласий между нами. Нэнси настояла на завершении двух последних проектов, прежде чем сосредоточиться на создании семьи. Несмотря на мои опасения, Нэнси не только стала поздно приходить домой, но и стала чаще оставаться в офисе. Я пытался обсудить с ней этот вопрос, но она утверждала, что остаться и закончить работу удобнее, чем ездить на работу. Хоть я и не был в восторге от этого, я обнаружил, что не могу вмешаться, поэтому оставил это как есть. Однажды я заметил, как один из ее коллег высадил ее в 3 часа ночи. Хотя я не поспешил с суждением, коллега чмокнул ее в щеку, что показалось мне необычным для простого коллеги. Когда я столкнулся с Нэнси, она называла это обычным явлением в индустрии моды, уверив меня, что это безвредно. Я спросил, будет ли ей комфортно, если я буду так близок к другой женщине, но она отмахнулась от этого, зная меня достаточно хорошо, чтобы не заподозрить в этом каких-либо проступков. Это вызвало у меня чувство вины за то, что я сомневался в ней, и побудило меня спланировать неожиданный отпуск на выходных, чтобы загладить свою вину. Когда я поделился новостями о нашем побеге на выходные в Транквилите, реакция Нэнси меня удивила. Вместо волнения она выглядела недовольной. Это меня озадачило, поскольку мы проводили меньше времени вместе, и этот отпуск мог бы стать возможностью воссоединиться. Я прямо спросил ее, не случилось ли что-то не так, и она сказала, что все в порядке, но упомянула о планах убрать дом на выходных. Озадаченный, я подумал, что мы сможем обсудить этот вопрос на следующих выходных, и продолжил нашу поездку. Во время нашего пребывания на курорте Нэнси казалась отстраненной и занятой своим телефоном. Речь не могла идти только об уборке дома. Возможно, у нее на уме было что-то еще. Пока она была в душе, я заметил, что на ее телефоне постоянно появляются сообщения от коллеги по имени Вирджиния. Чтобы не отвлекаться, я решил сообщить Вирджинии, что Нэнси занята. Однако, когда я просмотрел сообщения, одно особенно привлекло мое внимание. Там было написано, детка, как долго мне придется держаться от тебя подальше. У нас были планы на эти выходные, а ты меня бросил. Заинтригованный, я проверил имя отправителя, Вирджиния, о работе которой с Нэнси я не знал. Когда Нэнси вышла из душа, я рассказал ей о сообщениях Вирджинии, и она застыла. Она объяснила, что Вирджиния – новая знакомая, у которой нет ни друзей, ни семьи, поэтому она предложила провести время вместе. Скептически настроенной, но доверяющей Нэнси, я предложил пригласить Вирджинию на обед или ужин. Когда Нэнси упомянула, что чувствует себя менее одинокой, она отреагировала сдержанно и больше никогда не вспоминала о Вирджинии. Однако после инцидента в Вирджинии я заметил изменения в поведении Нэнси. Она стала проводить больше времени дома и стараться разговаривать со мной. Мне было приятно видеть улучшение наших отношений, а вещи в спальне становились все более захватывающими, напоминая о прошлом. Этот позитивный сдвиг натолкнул на мысли о создании семьи. Нэнси стала уделять больше внимания времени, проведенному с семьей, и мы стали чаще гулять. Мы использовали любую возможность для близости, и все это с конечной целью – завести ребенка. Неустойчивый график работы Нэнси значительно уменьшился, и она прилагала сознательные усилия, чтобы сократить количество случаев опозданий после работы. Я не хотел заставлять ее заводить ребенка, учитывая ее психическое здоровье. После почти двух лет попыток мы получили замечательную новость во время утреннего ритуального теста на беременность. Радость ожидания ребенка переполняла нас, и мы с нетерпением ждали появления нашего малыша. Наша жизнь была наполнена волнением и ожиданием, и каждый день казался более волшебным, чем предыдущий. Мы погрузились в книги видео о беременности, и я постарался оказать ей максимальную поддержку в это особенное время. Нэнси взяла перерыв в работе на шестом месяце беременности, чтобы роды прошли гладко. Вечеринка по раскрытию пола стала долгожданным событием, друзья и родственники разделили нашу радость, когда мы узнали, что у нас будет девочка. После кропотливого процесса на свет появилась наша малышка Кимберли. Когда я впервые обнял ее, я почувствовал слезы радости, и я понял, что наша жизнь изменилась навсегда. Несмотря на то, что Кимберли больше походила на свою мать, чем на меня, я был благодарен за радость быть ее отцом. Когда Кимберли исполнилось пять лет, Нэнси возобновила работу пиарщиком в журнале. Постепенно она поднялась до должности ведущего менеджера по связям с общественностью, становясь все более занятой. Кимберли приближалась к 16, и я надеялся, что Нэнси будет рядом для важных переговоров о взрослении. Однако я заметил защитное поведение Нэнси в отношении своего телефона, она работала допоздна и носила телефон повсюду, даже в ванную. Обеспокоенный, я поискал в интернете признаки изменяющего партнера, и Нэнси, похоже, соответствовала описанию. Я заметил, что Нэнси все больше погружалась в свою работу, пренебрегая превращением Кимберли в юную леди. Несмотря на мои попытки урезонить Нэнси, Кимберли чувствовала отдаленность от своей матери, что приводило к конфликтам между нами. Что касается недоступности моей мамы для нужд Кимберли, она превращалась в бунтующего подростка, а отстраненное поведение Нэнси только усугубляло ситуацию. Между ними вспыхивали многочисленные споры, и моя роль заключалась в том, чтобы выступить посредником и ослабить напряжение. Я попытался вовлечь Нэнси в разговор о Кимберли, но она отмахнулась от этого, приписав поведение Кимберли типичным подростковым периодом. Кимберли питала растущие подозрения, что Нэнси не может быть ее биологической матерью, что привело ее к мысли, что Нэнси пренебрегает ею. Несмотря на то, что Кимберли представила Кимберли доказательства беременности Нэнси и показала фотографии того времени, Кимберли оставалась твердой в своем убеждении, что Нэнси не могла быть ее настоящей матерью. Когда Кимберли исполнилось 16 лет, она тайно провела тест ДНК, который дал шокирующий результат. Ее ДНК совпадало с моей на 1%. Это было откровение, которое ошеломило меня, хотя в глубине души я чувствовал, что до этого может дойти. Несмотря на это, я любил Кимберли как свою собственную, и листок бумаги не мог изменить нашу связь. Хотя сомнения еще сохранялись, особенно перед лицом сложного зачатия родов, я не позволила им поколебать мою веровую верность Нэнси. Шокирующие результаты ДНК не заставили меня усомниться в ее намерениях, но часть меня задавалась вопросом, есть ли в этой ситуации что-то еще. Кимберли, опустошенная правдой, искала утешения, и я решил не позволять этому откровению портить наши отношения. Кимберли по-прежнему считала меня своим отцом, и я был полон решимости сохранить эту связь. Когда Кимберли была рядом со мной, я не мог игнорировать почти два десятилетия предательства. Настало время действовать. Чтобы справиться с действиями Нэнси, мне нужен был план мести. Кимберли, мой доверенный человек и союзник, присоединилась ко мне. Вместе мы разработали тщательно продуманный план, как разоблачить обман Нэнси и привлечь ее к ответственности. Мы были полны решимости раскрыть правду и гарантировать, что Нэнси столкнется с последствиями. Чтобы начать нашу месть, я обнаружил неверность Нэнси. Она не только скрывала правду об отсутствии Кимберли, но и уже почти год имела роман с молодым человеком по имени Джереми. Я подошел к Джереми, раскрыл манипуляции Нэнси и привлек его к нашему плану мести. Несмотря на симпатию к Джереми, я знал, что не смогу отказаться от выполнения нашего плана. Осторожно, чтобы не раскрыть наши знания, я сообщил Нэнси, что ее предстоящий 45-й день рождения будет необычным, и запланировал вечеринку-сюрприз, чтобы отвлечь ее внимание. По мере приближения дня рождения Нэнси мы с Кимберли тщательно организовали вечеринку-сюрприз, позаботившись о том, чтобы каждая деталь была на месте. Я был полон решимости держать Нэнси в неведении о нашей секретной миссии, стремясь к дню, который она и запомнит навсегда. Чтобы раскрыть тайну настоящего отца Кимберли, я погрузился почти на два десятилетия в прошлое. Мы с Кимберли провели мозговой штурм потенциальных подозреваемых, и Кимберли предложила просмотреть старые фотографии в поисках улик. Мы нашли фотографию, которая сильно напоминала человека из прошлого Нэнси. Получив информацию от друзей Нэнси, мы опознали его и решили продолжить расследование. Связавшись с ним, мы договорились о встрече в дальнем кафе, чтобы не столкнуться с Нэнси. В тот момент, когда он приблизился, стало очевидно, что он мог быть биологическим отцом Кимберли, учитывая их поразительное сходство. Он представился как Джонатан, и мы сели обсудить этот вопрос. Джонатан рассказал, что Нэнси сохранила его имя как Вирджиния, чтобы скрыть их роман. Я почувствовал смесь шока и предательства, когда узнал, что Нэнси спрятала роман прямо у меня под носом. Джонатан рассказал, что Нэнси планировала выбить Кимберли за моего ребенка, а после рождения Кимберли разорвала с ним все связи. Джонатан, чувствуя себя виноватым, оставил работу и переехал. Мне хотелось, чтобы Нэнси откровенно рассказала об этом романе, поскольку я бы и простил ее, учитывая нашу глубокую любовь и ожидание ребенка. Меня огорчило отсутствие совести у Нэнси. Чтобы заставить Нэнси заплатить за свой обман, я попросил Джонатана помочь спланировать сюрприз для Нэнси. В ее день рождения мы организовали спа-сианс и сеанс красоты, а затем вечеринку, на которой гости собрались в бальном зале отеля. Нэнси, не подозревая, что ее ждет, была взволнована. Я пригласил всех, даже тех, кто с ней не знаком, убедившись, что никто не будет на ее стороне. Когда гости собрались, появилась Нэнси, и я позвал ее на платформу под прожектором. Я начал с рассказа о нашей 30-летней истории, подчеркнув влияние Нэнси на мою жизнь. Раскрытие истинного происхождения Кимберли вырисовывалось, и я наслаждался предвкушением реакции Нэнси на раскрытие правды. Я установил проектор, чтобы показать наши общие воспоминания. Кимберли контролировала изображение, начиная с фотографии Нэнси, Кимберли и меня как счастливой семьи. В этот момент всеобщее внимание было приковано к Нэнси и фотографиям. Я решил, что пришло время добавить немного драмы. Я начал говорить о непохожести Кимберли на меня, а затем раскрыл отчет о ДНК Кимберли, доказав, что я не ее отец. Это сообщение вызвало переполох среди участников вечеринки. В последствии я показал интимные фотографии Кимберли с Джонатаном, что вызвало еще больше ажиотаж. Я дополнил это фотографиями Нэнси и ее нынешнего молодого парня, вызвав безумие среди толпы. Нэнси застыла от этих откровений. Ее мать подошла и ударила ее, что привело к немедленному выселению Нэнси с вечеринки. Я уже предостерег всех от ее поддержки. Она уехала к своему парню Джереми, где они искали утешения, как и планировалось. Я поручил Джереми сделать их совместные компрометирующие фотографии и видео. Я имел в виду конкретное применение. О предстоящей важной встрече Нэнси в офисе я узнал от коллег, которые сочувствовали мне и поделились информацией. Зная, что она занята приготовлениями, я терпеливо ждал. Настал день презентации, и Нэнси обратилась к толпе из примерно 3000 человек. В ходе своего выступления она упомянула видео, чтобы упростить понимание. Когда видео начало воспроизводиться вместо запланированного содержания, в нем были показаны неприемлемые кадры, на которых Нэнси раздевается. Зрители ахнули, оставив ее униженной и отчаянно пытавшейся остановить видео. Впоследствии она была уволена за ущерб репутации компании и причинение финансовых потерь. А пустошная, Нэнси столкнулась со своим парнем, который отрицал свою причастность и переложил вину на меня, изображая меня как ревнивого бывшего мужа, жаждущего мести. Нэнси, доверившись ему, последовала за ним в дорогой отель, где они занимались любовью и переночевали. Пока она спала, он забрал ее кредитные карты и наличные, оставив ее ни с чем. Я приказал ему оставить ее без гроша в дорогом месте. Нэнси проснулась и обнаружила, что находится в номере отеля, забронированном на ее имя на месяц. В замешательстве и не имея возможности связаться со своим парнем, она столкнулась с требованием персонала отеля заплатить 10 тысяч долларов. Когда я вошел в этот момент, Нэнси осознала масштабы замысла. Она просила прощения, утверждая, что ее отношения с парнем были чисто физическими и что она хотела помириться со мной. Кимберли, выражая свой стыд, дистанцировалась от Нэнси. Я сообщил Нэнси, что ее обман зашел достаточно далеко, поручив ей подготовиться к предстоящему суду по разводу, вооружившись всеми необходимыми мне доказательствами. Я принял решение разоблачить измену Нэнси и передать дело в суд, с дополнительным намерением привлечь средства массовой информации для широкого освещения и публичного унижения. Мой план состоял в том, чтобы прославить ее мошенничеством, затруднить ей передвижение, не будучи узнанной и не напомнив о своих действиях. Наш совместный банковский счет начал быстро сокращаться, что побудило меня заблокировать Нэнси доступ ко всем нашим общим активам, совместным картам, счетам и удалить ее имя из собственности. Используя уже имевшуюся у меня доверенность, этот процесс оказался относительно простым. Я хотел, чтобы Нэнси понесла наказание за измену мне и сокрытие правды о Кимберли. Обращения к адвокату и консультации адвоката по разводам были важными шагами для защиты моих прав и обеспечения опеки над Кимберли. Моей главной целью было защитить свою финансовую стабильность и привлечь Нэнси к ответственности за свои действия. Несмотря на потенциальные несогласия с моими действиями, я не мог позволить ей уйти после того, как она внесла суматоху в нашу жизнь. Я искал поддержки у других, кто мог столкнуться с подобным опытом и нуждался в совете, как справиться с ситуацией моей дочери-подростка. Я подчеркнул свою готовность быть рядом с ней и не бросать ее, как это сделала ее мать. Я пообещал сообщить новости о судебном процессе по разводу, пообещав сделать его запутанным и унизительным для Нэнси. Я привлек друзей для общения с репортерами, и во время суда мой адвокат представил доказательства неверности Нэнси. Свидетельства Джонатана и Джереми, которые признались в своих романтических отношениях с Нэнси, подкрепили нашу позицию. Кимберли, когда ее вызвали в суд по вопросу о предпочтительности опеки, без колебаний решила жить со мной, ссылаясь на мое постоянное присутствие и поддержку. Судья вынес решение в мою пользу, предоставив Кимберли опеку, и я позаботился о том, чтобы средства массовой информации широко освещали унижение Нэнси. Нэнси, теперь без юридического представителя, защищалась, требуя огромных алиментов и утверждая, что Кимберли была требовательным ребенком. Судья, после тщательного рассмотрения, вынес решение в мою пользу, и средства массовой информации осветили падение Нэнси, повлиявшие на ее личную и профессиональную жизнь. Модели, которых она раньше шантажировала, дистанцировались, и она столкнулась с изоляцией. Несмотря на то, что она чувствовала смесь жалости и удовлетворения, я осознала, что карма настигла ее за то, что она манипулировала и обманывала других. После суда мы с Кимберли решили уехать из Нэнси, отремонтировав дом и отказавшись от всего, что связано с ней. Кимберли продемонстрировала независимость и уверенность, не нуждаясь в материнской любви или признании. Наблюдение за ростом Кимберли дало мне возможность сосредоточиться на том, чтобы стать для нее лучшим отцом и восстановить свою жизнь после бурных событий. С тех событий прошло три года. Год назад Кимберли поступила в колледж и стала приезжать ко мне только на каникулы. Я пытался завязать отношения с другими женщинами, но Кимберли все время меня отговаривала, но одной женщине она все равно нравилась. Это была Эмбер, которая работала учительницей в школе. Она была очень добрая и понимающей. Когда я познакомила Эмбер с дочерью, они сразу нашли общий язык, и Кимберли сказала, что это мой мужчина, поэтому я сейчас живу не одна и у меня все хорошо. Моя бывшая жена три года пыталась со мной связаться, но я ее игнорировала и у меня не было желания с ней общаться. Но мне было интересно, почему она решила мне изменить и скрывать этот факт долгие годы, поэтому я был инициатором нашей последней встречи. Нэнси пришлось переехать в другой город, потому что здесь ей нечего было ловить, почти все презирали ее за такой очень подлый и низкий поступок, и мне было стыдно. Когда я встретил Нэнси, она начала рассказывать о своей жизни и заинтересовалась моей, но я решил сразу перейти к делу и прямо спросил ее, в чем причина ее измены. Было видно, что она смущена, ей страшно и стыдно мне что-либо об этом рассказывать. Первоначальная причина, по которой она решила мне изменить, заключалась в том, что она потеряла ко мне любовь, она пыталась вернуть ее много лет, но это было бесполезно, и ее начали тянуть к другим мужчинам, и она не знала, что делать. Потому что она солгала мне и боялась признаться мне в этом, она зашла слишком далеко и в результате прошло большое количество лет и в нее выстрелили камнем. Она очень раскаялась в содеянном, но возвращаться было уже поздно. Она думала, что я ни о чем не узнаю, поэтому старалась быть очень хитрой. Она поделилась со мной, что я не знаю всех ее любовников, их было гораздо больше, чем я ожидал. Такое открытие у меня не удивило, я даже не расстроился. Мне было все равно. Сейчас для меня самое главное, что у меня есть дочь и женщина, которая меня любит. Я не рассказал Нэнси о своей новой женщине, чтобы она не пыталась что-либо о ней узнать. Счастье любит Тищину. У Нэнси, кстати, за три года было уже три романа, но все они закончились ужасно. Один парень ей изменил, другой применил физическую силу, а третий был алкоголиком. Я поняла, почему ей не везло с партнерами. Она просто не ценила то, что имела и теперь получает то, что заслуживает. Мне не было ее жаль, потому что то, через что мне пришлось пройти, было гораздо хуже того, что она переживает сейчас. Я пожелал Нэнси удачи и сказал, что надеюсь, что больше никогда ее не увижу. Я не планирую жениться на Эмбер, по крайней мере, в ближайшем будущем. Я уже попала в раскаленный огонь и не хочу повторения этого, поэтому стараюсь не слишком привязываться к человеку, а просто идти дальше и жить спокойной жизнью. Спасибо, что вы слушали мою историю.